Здравствуйте! Мне бы хотелось поделиться успехами нашего сына Максима. После двух месяцев дистанционного лечения в клинике Биер Давид, с уважаемым Давидом у нас было 9 сеансов и масса улучшений, конечно. За последний месяц каждый день меняется ребенок к лучшему. Мы видим столько изменений. Я начну по списку, потому что иначе мне не только трех минут и десяти не хватит, чтобы рассказывать обо всем. Первое. Максимка боялся всяких звуков. Шум за окном, громкие разговоры, смех, шуршание, конфеты кто-то разворачивает или печенье мы ему открываем каждый день. Вроде бы знакомый для него звук. Там блендер работает. На все он реагировал с закрыванием ладошками ушей. Сейчас мы нормально относимся ко всем звукам. Он совершенно не закрывает ладошками. Пару раз было, и то выражение на лице. Так, закрыл, потом... А меня ничего не раздражает? Вот какое-то такое. В общем, с этой проблемой мы справились. Второе, что у нас было во время истерик, все знакомы наверняка с таким проявлением, Максимка проявлял агрессию в мою сторону. Он хватал меня за волосы. И на одном из сеансов Давид это увидел и подсказал, как правильно вести себя в этой ситуации, как правильно сделать так, чтобы ребенок больше не хватал, во-первых. А во-вторых, он очень помог мне. Вот спасибо вам огромное, Давид, за это. Я не знаю, что произошло, но до этого сеанса каждый раз, когда у Максимки случались истерики, я находилась тоже в состоянии аффекта, так сказать. Я ничего не соображала. У меня был комок в горле. У меня все вот сжималось сердце. Я просто терялась в эти моменты. И чем чаще это происходило, тем более беспомощно я себя ощущала. Просто как жуткое состояние. После этого сеанса, ну мало того, что истерики у нас практически прекратились, их мало. Их очень мало, и они очень коротенькие стали. За волосы меня никто не дергает, что не может не радовать. Но самое главное в этом во всем, что во время того, как Максимка плачет, ну или как истерит, там чего-то требует, у меня этот комок пропал. У меня внутри полное спокойствие. Я смотрю на все происходящее как бы со стороны. Контролирую процесс. И я как мама понимаю, что я должна, и я могу ему помочь. Это необыкновенное просто преображение меня. Ну, Давид, конечно, много подсказал, как правильно я должна себя вести. Я посмотрела на себя по его просьбе со стороны. Поняла, что я в корне неправильно веду себя с ребенком. Я стараюсь, я меняюсь. И я вижу, что это только на пользу Максиму. Он действительно от моего спокойствия, оно передается ему, и он становится тоже спокойнее. Во второй части я продолжу.